Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. С сегодняшнего дня жара пойдет на спад. МЧС предупреждает, сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь. Подробнее расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза. Днем в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 15-20, в горах 9-14, днем 23-28 и в горах местами до плюс 21. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременные дождь и гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Множество людей предпочитает посвятить свою жизнь естественным наукам. Но иногда найти подходящее занятие бывает сложно. Сегодня существует большое количество профессий, связанных с природой. Выбирая работу с растениями или животными, человек должен осознавать, что он становится ответственным за дальнейшее развитие окружающего мира. И этот мир мы должны оберегать, заботиться о природе. Особое внимание этому уделяют географы и экологи. В эти дни они приехали в Тиберду. Географы и экологи со всего Северного Кавказа участвуют в выездном совещании. Экспедицию Северокавказского научного сообщества в этот раз решили провести в Карачаево-Черкесии. Ученые дискутировали в информационном визит-центре Тибердинского биосферного заповедника. Они рассказывали о научных исследованиях и новых открытиях. И еще из этого совещания мы узнали о том, появился ли в лесах Карачаево-Черкесии леопард. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Самые активные участники Северокавказского научного сообщества, которые занимаются проблемами устойчивого развития горных территорий, обозначая вопросы экологические, экономические и социальные, собрались в этот раз в Тиберде. Решение этих проблем позволит вывести Северокавказские республики на уровень экономического развития не только нашего государства, но и на международный, что позволит разрабатывать и стратегию комфортного развития региона, содействовать реализации экономических проектов с соблюдением экологических норм и правил, говорят экологи и географы, собравшиеся в Тиберде. Сообщество способно прогнозировать и катастрофические явления, и давать рекомендации по сохранению безопасности окружающей природной среды, а также... Разработка методологии изучения на современном уровне, соответствующем международным стандартам. Сейчас на площадке международного диалога по горному развитию активно обсуждается вопрос о совершенствовании науки монтологии, науки о горах. Название монтологии – это международное название. У нас в России существует много таких государственных названий. Эта наука сразу с появлением в 2008 году была введена в образовательный процесс КЧГУ. Сейчас мы работаем над переизданием этого учебного пособия и надеюсь, что через год она будет издана, рассказывает заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета КЧГУ Вячеслав Онищенко. Будут планироваться новые подходы в образовании, понимании горных территорий как неотъемлемой части гор с равнинами, чтобы на равных правах. Раньше же рассматривались горные территории как маргинальные, труднодоступные, уязвимые территории. Сейчас эти грани должны стираться по сознанию того, что горные территории – это водонапорная башня мира, что горные территории – это климатообразующие территории, которые формируют климат сопредельных территорий. И, конечно же, горные территории требуют к себе особого внимания, как в эксплуатации природных ресурсов, так и в сохранении разнообразия, в сохранении качества окружающей среды и вообще жизнеобеспечивающих условий. Краткий обзор исследований, проведенных фактически за 40-летний период, постарался изложить в 20-минутном докладе заведующий кафедрой геоботаники МГУ Владимир Онипченко. В разном качестве он около 40 лет работает и на территории Тибердинского заповедника. Одно из наиболее интересных, наверное, в мире мест для исследования, потому что на небольшой территории сосредоточено огромное разнообразие. Ну и, как я подчеркиваю тоже в докладе, Кавказ, в данном случае в целом Северный Кавказ, является единственной территорией Российской Федерации, которая ЮНЕСКО признана мировым центром биологического разнообразия. Поэтому, конечно, здесь на небольшой площади потрясающее разнообразие, с одной стороны. С другой стороны, само существование заповедника и та система охраны, которая есть, оно способствовало к тому, что здесь можно работать. Самые яркие открытия мы опубликовали в ведущих мировых журналах, с самым высоким рейтингом. И благодаря этим исследованиям, я думаю, что теперь Тибердинский заповедник будет одной из наиболее известных научных точек на мировой карте, по крайней мере, высокогорных территорий. Потому что столько, сколько здесь исследований планомерных практически нигде в мире не производилось, говорит доктор биологических наук Владимир Анипченко. Одно из относительно недавних открытий – это снежные корни. Известно, что растения развивают в основном корни в почве, иногда у водных в воде, есть у тропических воздушные корни, а мы открыли фактически четвертый тип корней, который развивается в снегу, говорит ученый. Они не просто оказываются там в снегу, занесенные или как-то, а растут в снегу в течение всей зимы. Как только наступает снежный покров в высокогорьях, где-то в ноябре, корни начинают у одного, по крайней мере, из видов сельских охладок расти вверх, образуют значительную корневую систему внутри снежника, и из этого снега в течение всей зимы поглощают важные элементы минерального питания, прежде всего соединение азота. И это растение содержит азота больше, чем любое другое, в здешних больше, чем бобовые, которые известны как фиксаторы азота и так далее. То есть, вот, и то, что эти корни активно функционируют, и они активно функционируют больше всей зимы, живут дольше, намного дольше, чем надземные побеги, потому что надземные короткое лето живут там максимум два месяца, а эти живут восемь месяцев, восемь-девять месяцев, пока стоит снежный покров. А все потому, что, в принципе, условия в чем-то благоприятные для корней. Под снегом всю зиму температура около нуля постоянно не меняется, в снегу всегда есть какая-то доля воды, и, соответственно, значительное количество элементов минерального питания, рассказывает Владимир Гертрудович. А первый раз в Крачево-Черкесию Владимир Анипченко приехал в 1972 году. Отец занимался альпинизмом, и в Циберде мы завели контакты с сотрудниками заповедника, они нас подняли на Малую Хатипару, рассказывает он. Ваше любимое место в Крачево-Черкесии? Ну, наверное, это все-таки наш стационар на Малой Хатипаре, потому что, так сказать, мы здесь уже тоже стационар существует с 79-го года, он временный, там всегда мы поднимаем палатки на полтора-два месяца примерно, и вместе со студентами, аспирантами, другими сотрудниками, и нашего университета, и Крачево-Черкесского университета, и других организаций. И мы проводим многолетние эксперименты и наблюдения. Эксперименты проводят зимой, весной, летом и осенью. Но основную работу в июле и августе делятся заведующие кафедрой геоботаники МГУ Владимир Анипченко. В течение недели участники Северокавказского научного сообщества пробыли в Циберде. Это совершенно уникальное место, уголок такой, который настраивает человека на единение с природой, на мысли о том, что мы приехали из душных городов, 36 градусов, жара, пыль, асфальт плавится, а здесь просто рай. В целом, экологическое состояние республики на фоне других регионов относительно благополучное. И она, эта республика может быть очень привлекательная для туристов и для отдыхающих. Она имеет огромный потенциал для того, чтобы люди ездили сюда и восстанавливали свое здоровье. Ну и, конечно, для детей и для студентов, для ученых. Это рай, можно сказать, с тем, чтобы можно здесь было изучить, ознакомиться, оздоровиться. То есть, это республика, имеющая огромные возможности, и, конечно, нужно правильно ими воспользоваться. На Северном Кавказе по проблемам горных территорий иногда проходят даже 2-3 мероприятия, конференции. Это, как правило, Владикавказ, Грозный, Махачкала. Ну, здесь тоже бывали, может быть, не так часто, или я не обо всех знаю. Но все они очень эффективны в каком смысле? Ученые нашего региона, ученые из Москвы, из других регионов приезжают, люди, которые заинтересованы в развитии горных территорий, в сохранении экосистем, обсуждают свои, так сказать, ну, как они видят проблемы и их разрешения, делятся опытом. Это дает очень большой информационный такой пласт, который потом можно трансформировать для того, чтобы администрациям местного самоуправления, районам и в том числе и субъектам Федерации Северо-Кавказского федерального округа давать какие-то конкретные рекомендации. Устойчивым развитие горных территорий о программах и мерах по сохранению краснокнижных животных говорили собравшиеся. Один из них – леопард, который издавна обитал в горах Арчево-Черкесии, но достоверные последние встречи с леопардом были в 1986 году. Как известно, центр разведения леопардов находится в Краснодарском крае на территории Сочинского национального парка, но в последнее время в нашей республике о леопардах появилась обнадеживающая информация. В последнее время Джамал Кималович несколько раз слышал от знакомых, что местные жители Карачева-Черкесии видели леопарда, но это не подтверждено. Ну, я тоже слышал много таких фактов. Эти слухи меня, конечно, радуют, но никто достоверно ни фотографию леопарда, ну, хотя бы ни фотографию его следов еще нам не предоставил. В ближайшее время, надеемся, что вы, ученые, найдете подтверждение этим следом. Ну, заповедник, конечно, вот по данной тематике уже второй год начинает работу с применением фото-видео фиксации, устанавливает в тех местах, где потенциально леопард может обитать или проходить фотоловушки. Очень много интересного зверя, конечно, попадается на эти фотоловушки, но пока что леопарда мы еще не видели. Кто попадался? Ну, попадаются, допустим, и рыси, попадаются и редкие виды, допустим, как лесной кот, попадаются и речные выдры. Ну, вся фауна, почти крупная фауна позвоночных животных, которая на заповеднике, она, конечно же, попадается. Мы как-то ехали на съемку с Али Бастаном, мы увидели лесного кота, но пока мы остановились, хотели снять, и вы, конечно. Ну, лесной кот у нас тоже, хоть и обычный обитатель лесов Тибиринского заповедника, но в целом он находится в Красной книге России. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Тибирда. Логика, тактика, стратегия. Как вы думаете, о чем я говорю? Ну, конечно, об игре в шахматы. И на днях отметили свой профессиональный праздник все любители этой сложной интеллектуальной игры. Родиной шахмат считается Индия, а возраст этой игры достигает 1400 лет. Врачи считают, что шахматы развивают память и внимательность человека. И сегодня к нам в гости пришли юные шахматисты шахматного клуба «Умный конь». Екатерина Акриталова, Ильяс Быромуков и Роман Казаков – призеры множества серьезных турниров. И они уже в нашей студии. Передаю слово моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро, дорогие ребята. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы сегодня наши гости. 20 июля – Международный день шахмат. С чем я вас поздравляю? Вы шахматисты. Вы клуб «Умный конь». Значит, я хочу у вас спросить. Зачем нужны шахматы в жизни? Что они дают? Это спорт, это наука, это искусство. Я знаю, вы очень много времени в вашем клубе проводите. Что они вам дают? Наверное, Катенька, начнем с тебя. Я знаю, что тебя называют Экатериной Третьей. Да, все верно. Шахматы развивают систематическое мышление. Они развивают целеустремленность. Благодаря шахматам ты можешь планировать свои действия наперед. План, очень важно найти в жизни, построить в жизни правильный план. И этот план тебя приведет к дальнейшим вершинам. Поэтому очень важно. И это все шахматы? Это все шахматы. Ром, а ты как думаешь? Шахматы – это очень многогранная игра, которую можно относить к любому действию. Наука? Наука. Искусство? Наука, искусство, даже можно сказать, как хобби. Есть искусство, как в шахматах можно творить. Ты можешь делать красивые партии, красивые ходы, что-то придумывать. Наука как просто цель. Можно идти по точному маршруту, как строить план. Ильяс, а ты как считаешь? Я считаю, что шахматы очень полезны в моей жизни. Они помогают мне в мышлении. То есть это гораздо больше развивает мышление, чем просто сидеть и заниматься любыми упражнениями, которые нам дают в школе. Потом шахматы помогают мне в том плане, что я становлюсь более, знаете, более целеустремленным. Я не переживаю насчет многих вещей. По пустякам. По пустякам, да. Шахматы помогают мне не переживать по пустякам. Вот смотрите, значит, я понимаю так из ваших слов, что шахматы это... Жизнь. Это жизнь. И это, как говорится, пошаговая ступенька к достижению своих любых целей. Правильно? Совершенно целеустремленная, пошаговая. Вот вы принесли такие сувенирные интересные шахматы. Тут вот эти барашечки, насколько я понимаю, это пешки. Да. А пешка что-то решает в жизни? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Пешка что-то решает? Пешка решает. Ну что она решает? Особенно она решает в Эйншпеле. В конце игры, когда половина, большинство фигур уже разменены и остаются короли, пешки. И одна пешка очень многое может значить в партии. И решить изменить партию кардинально. Вот если бы была пешка, партия бы так закончилась. Если бы ее не было, то совсем иначе. А ты как считаешь? Я считаю, что пешка может перевернуть полностью ход игры. Пешка это как чистый лист. Он может стать кем угодно. Хоть генералом, хоть просто оставаться пешкой. Ильяс, ты тоже такого мнения? Да, я считаю, что пешка полезна как и в дебюте, так и в Эйншпеле, и в Миттеншпеле. Ну, я знаю, что вас объединяет ваш любимый клуб «Умный конь», о котором я чуть раньше сказала. И ваш бессменный друг и руководитель Михаил Жаров. Расскажите о нем, расскажите о том, как вы занимаетесь в клубе, о своем клубе вообще. Ну, это самый лучший тренер, на мой взгляд. Он объединяет не только шахматы, но и жизнь. Он берет по чуть-чуть из английского, из футбола. Он все это вместе объединяет и лепит картину. Это не просто получается, что игра в шахматы, а это целая картина получается. И эти... из английского чуть-чуть. Вот это все это... Да, он очень умный человек, правда? Вам там интересно. Вы интересно проводите время. Как часто вы занимаетесь? Я обычно прихожу три раза в неделю. И занимаюсь обычно два-три часа. Хотелось бы о ваших достижениях услышать. Ну вот, я знаю, что вы призеры многих интересных соревнований, чемпионатов, престижных. Ром, расскажи, где ты участвовал, какие у тебя достижения. Ну, я призер Карачаева Черкесской Республики и города Черкеска. Я участвую во многих онлайн-турнирах. Стараюсь занимать призовые места. Недавно я сыграл турнир и занял в нем призовое место. Екатерина, я знаю, что у тебя даже всероссийский турнир был. Да, все верно. Я заняла третье место на всероссийских соревнованиях школьников в президентских состязаниях. Это было в 2017 году. Также я много раз побеждала наших шахматистов в Черкесске. Еще по КЧР вообще тоже. Ильяс, у тебя какие достижения? Я призер многих турниров в нашей гимназии, в пятой гимназии. Также многих турниров в нашей республике. Наверное, уместно будет у вас спросить, и он на этот вопрос сам напрашивается. Шахматы, скорее всего, вам очень помогают в учебе. Я раньше на домашнее задание тратила 4 часа, 5 часов, но когда шахматы, начало играть в шахматы, прям серьезно так, у меня домашнее задание начало меньше времени занимать, и вообще все дела я начала их делать быстрее, планировать правильно свой день. Я знаю, что в этом году ты закончила школу. Твоя профессия будет как-то связана с этой игрой? Ну, вообще я хочу стать химиком. Что-то точные науки это будут. Да, точные науки будут. Я хочу стать химиком, но насчет шахмат это тоже часть меня, и я еще думаю над этим. Я желаю вам новых побед, не расставаться со своими шахматами. Побед не только в турнирах шахматных, но и по жизни. Поздравляю вас с Международным днем шахмат и удачи. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Спасибо вам тоже. Затрагивая ответственные за хорошие сны волны. В гамаке можно хорошо расслабиться в тени и наслаждаться летним днем. Сейчас, я думаю, многие бы хотели бы оказаться в тени и в гамаке. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесии с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok